Вот смотрите, детская кровать, я ее отодвинула от стены, а вот сама стена. Сняли мы обои вместе с сотрудником РЭО. Я просто даже это трогать боюсь. Это видео в социальной сети опубликовала жительница дома на проспекте Карла Маркса, 61, корпус 1. Марина Жук уже больше двух лет борется с управляющей компанией Жилсервисцентр. В 2016 году, заезжая с семьей в новую квартиру, многодетная мать, тогда у нее было четверо детей, и представить не могла, что совсем скоро эти светлые комнаты станут похожи на покрывающийся плесенью подвал. Счастливая она рассказывала своим подписчикам о проделанной работе, а тем временем затхлый запах и сырость пробирались в каждый уголок. Нося под сердцем пятого малыша, Марина спасала дом, как могла. Вот так вся стена тоже, вот она вся была черная. Женщина обратилась в обслуживающую организацию. Но там ей сказали, что с этим домом ничего не поделаешь. Вот такой он непростой. А для того, чтобы избавиться от запаха сырости, предложили жить с открытыми окнами во всех комнатах. Даже в минус 30. С пятью детьми. А еще постараться стирать по минимуму и поменьше готовить, потому что вентиляция на кухне тоже неисправна. Воздух она вытягивает из квартиры только с открытым окном, а с закрытым, наоборот, втягивает его с чердака. Технический этаж – это вообще отдельная история. Здесь, кажется, собрано имущество ни одного поколения, причем не только людей. Под крышей дома живут и умирают голуби. Сейчас семейство пернатых вновь ждет потомство. Запах словами не передать. Зато его можно прочувствовать в квартире семьи Жук. Но наводить порядок жилсервис-центр и тут не собирается. Да и зачем, если они эту проблему уже давно решили? Об этом сказано в официальном ответе. Писала им в 2017 году о том, что на крыше поселились чайки, голуби, проблема опять с вытяжкой. Они мне отвечают, что на крыше чисто, все убрали, все в рабочем состоянии, все исправили. И нет ни птиц, ни вытяжки за 40. Сейчас семья готовит заявление в суд. Сначала хотели решить конфликт мирно, но компания отказалась возмещать даже 40% потраченных на ремонт денег. А ушло около 300 тысяч, и это только на материал. Марине предложили всего 56. Их хватит максимум на детскую. А на то, чтобы привести в порядок всю квартиру по смете, нужно в 10 раз больше. Олеся Хитагурова, Михаил Стройкин. Специально для Службы новостей.